Привет, друзья! С вами Антон, канал Street Workout. И сегодня у нас будет очередной разбор на Герой YouTube Shorts. Сразу несколько человек попросили меня сделать разбор на движ с Дубровским. И, поскольку я надеюсь, что большинство из них являются уже спонсорами канала на сайте Boosty, я решил последовать их предложению. Сегодня мы будем смотреть шортсы человека, которого лично я бы назвал русским Марком Волбергом. Серьезно, посмотрите, они ведь реально очень похожи. Или только мне так кажется. Пишите в комментариях, если согласны со мной, а мы приступаем. Как прокачать верх грудных собственным весом? Есть упражнение. Упражнение-то я вам покажу, но тут есть один нюанс, который я объясню после. Смотрите, хорошо можно нагрузить вот таким образом, поставив ноги на возвышенность. И работать. Лобки под 45 градусов. Пятую точку можно чуть выше поднять. А какой нюанс? Сейчас объясню. Если ты не бодибилдер, если ты в принципе тренируешься первый год-два, тебе вообще нет смысла заморачиваться, во-первых, за то, что ты работаешь наверх или низ груди. Делай базу. А во-вторых, грудная мышца, она крепится, одним пучком уходит плечевой кости. И, соответственно, не может быть такого, что у нас работает только верх, только низ или середина. Плюс-минус всегда одинаково работают. С незначительным смещением акцента, который, еще раз говорю, тебе не важен. Делай базу. Итак, ну, во-первых, упражнение, которое он показал, когда ноги находятся выше рук, действительно будет смещать акцент на верхнюю часть груди. И здесь он сказал все правильно. А вот то, что дальше он начал говорить, если мы делим грудь на верх, середину и низ, то действительно у многих может создаться впечатление, что это деление искусственное. Просто вот решили так разделить. Тем более, что в одной точке, в точке крепления плеча, действительно все эти части соединяются в одном месте. Но с другой стороны, со стороны срединной линии, ближе к срединной линии тела, грудные мышцы имеют разные, совершенно разные точки крепления. Так называемая в простонародье верхняя часть грудных мышц, она по-научному называется ключичная часть. И она крепится к вашей ключице. Вот здесь есть такая кость. Классно снимать на улице, когда, конечно, ничего не видно, поэтому я буду использовать картинки для иллюстрации. Середина груди, по-научному называемая грудинной частью, крепится к вашей грудине. И, наконец, нижняя часть груди, то, что чаще всего называют нижней частью, она также называется реберной частью, потому что она крепится к хрящам второго-шестого-седьмого ребер. Есть еще четвертая, на самом деле, часть, брюшная, но она очень незначительна относительно всех остальных частей по размерам, поэтому многие ее игнорируют. Хотя она действительно есть, и она крепится к прямой мышце живота, чтобы вы понимали, как это все на самом деле устроено. И поскольку точки крепления у этих мышц разные, они крепятся к разным местам, можно не просто чуть-чуть смещать акценты, а можно очень значительно смещать акценты с той или иной мышечной группы. То есть вы можете отдельно качать, очень сильно давая нагрузку на верхнюю часть грудных. При этом нижняя и средняя будут задействованы очень и очень незначительно. Другой вопрос, стоит ли это делать, если вы только начинаете свои тренировки? Конечно, стоит. Я не знаю, почему он считает, что имеет смысл делать акцент только на середине груди, которая качается в основном отжиманиями от пола, и на нижней части груди, которая качается отжиманиями, но при этом игнорировать верхнюю часть груди. Потому что если так делать, то со временем у вас разовьется дисбаланс, и у тех, кто особенно любит заниматься на брусьях, как, например, Санек, этот дисбаланс очень и очень виден. Если же вы приходите на площадку, чтобы тренироваться ради визуала, ради картинки, ради того, чтобы вы классно выглядели, то в первую очередь это добивается за счет сбалансированной тренировки мышц, сбалансированного объема мышц по всему телу. И поэтому не игнорируйте выполнение отдельных упражнений именно на верхнюю часть грудных. Для того, чтобы упражнение максимально задействовало ту или иную часть грудных, вам нужно, чтобы нагрузка была перпендикулярна плоскости сокращения мышцы. То есть, если у вас вот, мы говорим про середину груди, она сокращается вот в этой плоскости, вот у вас приводится плечо, и, соответственно, сжать, вот когда вы жмете перед собой, будет задействоваться именно середина груди. Чтобы задействовать верхнюю часть, вам нужно, она вот у вас крепится вот под таким уже углом, соответственно, вам нужно начинать сжать вверх под углом. Либо тот же самый результат добивается, если вы переворачиваете свое тело, у вас ноги становятся выше, и вы начинаете сжать как бы вниз. Но при этом важный момент, о котором я думал он скажет, но Дубровский не сказал, это то, что сжать нужно не перед собой, то есть некоторые допускают ошибку, они ставят ноги на возмышленность, но при этом продолжают сжать перед собой. Это не даст нужного результата. Для того, чтобы нагружалась действительно верхняя часть, вам нужно сжать как бы под углом, следить, чтобы нагрузка была под нужным углом к ключичной части грудной мышцы. Смотрим дальше. Короче, открыл для себя офигенное упражнение на бицепс и предплечье. Я с вами хочу поделиться. Смотри, берешься узким хватом за низкий турничок, в наклончик встаешь и к груди подтягиваешь. Стараешься локтями коснуться вот этой перекладины. Интересное упражнение. Если прям жесткий ты, попробуй на высоком турнике это сделать. Но я сейчас забитый, уже сложненько, кстати. Ну попробуй, интересная штука. Да, действительно, упражнение интересное. Честно говоря, когда он подходил к низким брусьям, я думал, он будет показывать другое упражнение. Но логика абсолютно правильная. За счет того, что движение осуществляется исключительно в локтевом суставе, а плечи уже приведены, то всю нагрузку на себя берет бицепс, берет также плечи лучевая, естественно, за счет того, что вы руки сгибаете. Вот это, я думаю, он имел в виду предплечье. Предплечье захват за то, чтобы вы держались, за толстую перекладину это тяжело. И упражнение интересное. Единственный момент, на который нужно обратить внимание, я думаю, нагрузка будет в нем не очень большая за счет того, что ваше тело находится не под очень большим углом. То есть, чем ваше тело будет горизонтальнее, тем больше будет нагрузка в этом упражнении, потому что тяжесть упражнения в горизонтальных подтягиваниях высчитывается по формуле единицы минус синус тета, где тета, это угол между вашей спиной и, соответственно, землей. То есть, когда вы практически вертикально стоите, угол 90 градусов, синус 90 единицы, единица минус единица, нагрузка нулевая. Когда вы лежите, соответственно, синус нуля это ноль, нагрузка максимальная. Поэтому, если вы быстро вырастите из нагрузки в этом упражнении, то можете либо переходить на вертикальные подтягивания, как он показал, и в воркауте это упражнение известно как подтягивание трамвайчиком, и ему уже очень много лет. Либо можете подкладывать что-то под свои ноги для того, чтобы ноги поднимались, а тело становилось более горизонтальным, и продолжать это выполнять упражнение на брусьях или на низкой перекладине. Оно действительно является одним из небольшого количества изолирующих упражнений, и в данном случае позволит вам прокачать бицепс. У меня сколиоз третьей степени, и врачи мне говорили, чтобы его исправить, нужно висеть на турнике. Я думаю, тебе тоже это говорили, но так ли это? Правильно, что нужно висеть на турнике. Нет, есть опасность у виса. Смотри, когда ты просто висишь, расслабив спину и спрыгиваешь бесконтрольно, у тебя сначала позвоночник растягивается, а потом с ударом происходит компрессия на межпозвоночный диск. То есть, когда ты не подготовлен к этому прыжку, а новички, как правило, не подготовлен, то есть как мешок бык спрыгнул и все, есть вероятность, что у тебя не только сколиоз, но еще и грыжа и протрузия будет. Поэтому смотри, даже в подтягиваниях, если ты висишь, пресс напряжен, понятно? Вот, с напряженным прессом, не как мешок. И если ты спрыгиваешь, тык, мягонько, мягонько, ножками тык, пружинь. То есть, отработай это движение сначала на земле, а потом пробуй на турнике. Именно поэтому я всегда во всех своих видео рекомендую подбирать высоту турника таким образом, чтобы вы могли залезать на него, вставая на носочки или через шведскую стенку, и точно так же слезать. Потому что если вы много висите, долго выполняете длительные подходы, делаете много повторений, то действительно у вас немножко растягивается позвоночник, расслабляются мышцы, которые вдоль позвоночника, и когда вы спрыгиваете, вы потом создаете ударную компрессионную нагрузку на расслабленные мышцы, что, естественно, не очень хорошо и может с течением времени привести вас к травме. Это действительно он сказал все правильно. Ну а в том, что касается сколиоза, то, конечно же, простой вис над перекладиней, хотя многие врачи до сих пор его советуют, не позволят решить проблему в большинстве случаев. Потому что сколиоз вызван тем, что у вас с одной стороны мышцы зажаты, а с другой наоборот расслаблены. То есть у вас существует очень сильный дисбаланс в мышцах. В большинстве случаев я не беру сейчас какие-то генетические особенности, вдруг у вас одна нога короче другой, и это вызывает проблему со сколиозом. То есть нужно понимать, что сколиоз – это комплексная проблема, у которой может быть огромное количество разных причин, начиная с того, что у вас стопы по-разному стоят, одна, допустим, подвернута, а другая нет, и это дальше по цепочке уходит в колени, уходит в таз, чуть-чуть наклоняет таз, и вот у вас уже позвоночник доходит до уровня плеч, и у вас перекошены плечи. И поэтому, если вы просто будете пытаться висеть для того, чтобы выпрямить свои плечи, то, естественно, вы причину проблемы никак не решите, да? То же самое может быть с гипертонусом мышц в ногах, понимаете? Вот у вас может быть бицепс бедра в гипертонусе или ягодичная мышца, и из-за этого вас перекашивает, и от того, что вы просто будете висеть, то, естественно, эту проблему не решит. Поэтому, когда мы говорим о сколиозе, нужно понимать, что все случаи индивидуальны, и нужно разбираться непосредственно со своим случаем, понимать, в чем причина, почему сколиоз образовался, и что нужно сделать для того, чтобы его исправить. Особенно в начальных стадиях сколиоз полностью исправляется, потому что, по своей сути, сколиоз – это дисбаланс в мышцах. Исправить это все реально, но не просто и не быстро. Это нужно понимать. А мы смотрим дальше. Какое упражнение на пресс эффективнее? Подъемы прямых ног, или же подъемы коленей, груди. Спойлер второе. Почему так происходит? Потому что, когда мы поднимаем прямые ноги, у нас нагрузка с прямой мышцы живота частично съедается подвздошной мышцей. Мы ее не видим, но она есть. Можете загуглить, как она выглядит, где находится. Тем не менее, когда мы работаем коленей, груди, именно прямая мышца живота берет на себя основную нагрузку. А прямая мышца живота – это и есть те самые кубики, за которыми так гонишься. Смотри, висим на чуть согнутых руках, на выдохе подтягиваем колени, груди, максимально сокращая пресс, и опускаем. На начальном этапе можно ставить ножки на пол. На самом деле, все совсем не так, как он рассказывает. К сожалению, к сожалению. Первый шорт, в котором я немножечко разочаровался в Дубровском. Нужно понимать, чем отличается подъем коленей груди от подъема прямых ног груди. Давайте делать сравнения релевантными, чтобы можно было вещи между собой сравнивать, они делаются в одной амплитуде. Естественно, подъем прямых ног дадут большую нагрузку, потому что рычаг больше. Это очевидно. С другой стороны, что касается пояснично-подвздошной мышцы. Когда вы висите, и ноги у вас висят вертикально вниз, до того момента, пока вы подняли ноги до угла 90 градусов, у вас работает пояснично-подвздошная мышца. Неважно, поднимаете вы прямые ноги, и тогда, кстати, нагрузка на нее будет больше, или поднимаете вы ноги, согнутые в коленях, до угла в 90 градусов, и до того момента, как у вас начнет подкручиваться таз, для того, чтобы поднять ноги выше, работает пояснично-подвздошная мышца. Прямая мышца живота отвечает за скручивание таза, она не отвечает за подъем ног, она отвечает за скручивание таза И поскольку ноги тоже прикреплены к тазу, то когда вы скручиваете таз, то ноги у вас поднимаются выше, да? Это очевидно Таким образом, вне зависимости от того, поднимаете вы прямые ноги или согнутые, будет работать всегда пояснично-подвздошная мышца При этом, если вы будете делать упражнение в такой амплитуде, что ноги будут подниматься выше, колени будут подниматься выше угла в 90 градусов И таз у вас будет подкручиваться, то как раз движение скручивания таза будет осуществляться за счет сокращения вашей прямой мышцы И ее тренировка как раз и позволит вам получить те самые заветные кубики, о которых все так мечтают Следует отдельно сказать, что внешний вид кубиков, их количество определяется генетикой И если вдруг у вас их 6 или 7, они не ровные, не симметричные, то ничего с этим уже не сделать Смотрим дальше Как потренировать бицепс на турниках изолированно? То есть не подтягиванием, а именно изолированно Сейчас вас тренер в тапочках научит Смотри, во-первых, близко друг к другу беремся руками, то есть недалеко, а близко И я рекомендую даже не браться вот так, а именно упереться вот этими вот местами, подкрутив кисти Подойди чуть поближе, чтобы видно было Вот, видно? Я закрепился Далее я прижимаю плечо к корпусу, локти прижимаю к корпусу Туловище в прямую линию И на выдохе сгибаю руки в локтевых суставах Только в локтевых суставах Смотрите, какая ошибка здесь Покажи сбоку Начинают ребята все-таки делать такую тягу Нет, округлили спину Пресс напрягли и работаем То есть вот такое движение у вас должно получаться Не вот такое, вот такое Отличное упражнение, действительно, это лучшее упражнение на бицепс собственным весом Именно за счет того, что оно позволяет изолировать нагрузку на бицепс То есть вы держите плечи приведенными и делаете именно не тягу, а сгибания в локтевом суставе За счет того, что работа идет вся в одном единственном суставе в локтевом Ну, запясть я сейчас не беру в рассмотрение То бицепс получает максимальную нагрузку Но у этого упражнения также есть большой минус в плане величины этой самой нагрузки Дело в том, что нагрузка в горизонтальных тягах и аналогичных упражнениях Усчитывается по формуле единица минус синус тета Где тета это угол между вашей спиной и землей Соответственно, если вы стоите вертикально, да, вот так вот вы стоите вертикально То синус 90 градусов, синус 90 градусов это единица Нагрузка нулевая или около нулевая А когда вы находитесь в горизонтальном положении, то есть ваша спина параллельна земле То, соответственно, синус нуля градусов это ноль И нагрузка будет максимальной Здесь же мы видим достаточно большой угол И, соответственно, вы очень быстро привыкнете к этому упражнению А усложнять его достаточно сложно, потому что для этого вам нужно наклонять корпус И либо нужно подкладывать какие-то кирпичи или камни под ноги Чтобы ноги поднимались выше И, соответственно, вы могли опустить свое тело в более горизонтальном положении Либо приобрести себе, например, гимнастические кольца и выполнять это упражнение на гимнастических кольцах Где есть возможность легко регулировать высоту И раз уж мы заговорили про гимнастические кольца, то я обязан поблагодарить спонсора нашего канала Магазин Workoutshop.ru Где вы можете найти лучший спортивный инвентарь для тренировок дома и на улице В том числе пластиковые и деревянные гимнастические кольца различного диаметра Начиная от гимнастического стандарта, который используется на олимпийских играх И заканчивая супер монстрами диаметром 40 мм С которыми будет тяжело справиться даже с мая Переходите по ссылке в описании к ролику, делайте заказ и поддерживайте выход новых видео Ну а мы смотрим дальше Какие подтягивания способствуют росту мышечной массы? Ну, подтягивания это само по себе классические подтягивания Это хорошее упражнение для набора мышечной массы Для развития широчайшей мышцы спины, бицепса, трапециевидной мышцы спины Но, когда твои подтягивания доходят примерно до 15-20 повторений Они уже перестают давать такой хороший отклик для мышц И особо мышцы от них не растут Что делать? Делать подтягивания с отягощением Если нет отягощения, что делать? Смотри, подтягивания с отмечением на одну руку То есть, второй рукой мы практически не помогаем Локоть приводим к корпусу Вот так вот это выглядит со спины Так что, когда мне пишут, что на турниках нельзя накачаться Ну, вы попробуйте чуть-чуть голову включить и нагрузочку увеличить В целом все правильно говорит В целом, в целом Но есть нюансы Дело в том, что люди, несмотря на то, что на дворе 2022 год До сих пор верят, что есть какие-то волшебные упражнения на массу Хотя, естественно, никаких упражнений на массу не существует Ваши мышцы не знают, что вы делаете Единственное, что мышца может делать Она может сокращаться, она может расслабляться Если нагрузка для организма больше того уровня, к которому он привык Если нагрузка создает для него стресс Если организм понимает, что ему нужно больше мышц, чтобы справиться с этой нагрузкой Он будет строить больше мышц Поэтому важно не какие упражнения вы делаете А как вы делаете упражнения То есть вы должны делать упражнения таким образом, чтобы оно создавало стрессовую нагрузку Когда вы делаете 5 подтягиваний, и это ваш максимум, и вы все из себя выжимаете То, естественно, каждое повторение для вашего организма выполнить намного тяжелее, чем когда вы делаете 20 повторений И поэтому отдача от выполнения 20 повторений на 5 подходов в плане мышц будет меньше, чем от выполнения 5 подтягиваний на 5 подходов В обоих случаях это ваши максимумы, предельные значения, которые вы можете выполнить Соответственно, после того, как подтягиваться собственным весом становится слишком легко Нужно увеличивать нагрузку для того, чтобы организму снова создавался стресс Сделать это можно разными способами Дополнительный вес является самым-самым простым, понятным и удобным способом увеличения нагрузки Потому что сегодня вы добавили 1 килограммчик, завтра 2, послезавтра 5, через неделю десяточку И таким образом обеспечиваете прогрессию нагрузок Которая является ключевой, одной из ключевых составляющих для того, чтобы ваши мышцы продолжали расти Если же веса нет, придется придумывать другие варианты В принципе, подтягивания с дополнительным весом ничем не отличаются от выполнения подтягиваний в более высокой амплитуде То есть одно дело, когда вы подтягиваете до подбородка И другое, когда вы попробуете подтянуть себя, скажем, до солнечного сплетения Я не замерял эквиваленты в килограммах Но это точно соответствует нескольким дополнительным килограммам на ногах, которые вы навесите Поэтому, если нет возможности добавить вес, можете сделать так Вариант, который показывал Дубровский в своем видео Это смещение акцента на одну руку, когда вы вторую расслабляете и пытаетесь потянуть весь свой вес одной рукой Но в отличие от подтягиваний непосредственно на одной руке Когда вам также еще необходимо стабилизировать тело в пространстве И нагрузка на другие мышцы уходит тоже очень сильно Здесь вы сохраняете всю ту же практически нагрузку на те же самые мышцы, которые есть в подтягивании на двух руках Но просто смещаете в сторону левой или правой руки Тоже неплохой вариант Еще можно начать делать плеометрические подтягивания взрывные Можно перейти с подтягиваний на выходы силы, которые также будут требовать гораздо больше сил, чем обычные подтягивания И, соответственно, в течение какого-то времени будут создавать стрессовую нагрузку на ваш организм В общем плане используйте свое воображение, используйте то, что у вас есть под рукой Создавайте стресс своему организму, прогрессируйте в нагрузке и тогда мышцы будут расти Естественно, при соблюдении еще ряда условий, но о них мы поговорим в других роликах Итак, мы посмотрели самые популярные видео на канале Движ с Дубровским И пришлось сделать вывод Наш ревизор должен определиться с тем, насколько хорош этот канал В целом, он неплох Он неплох Сам автор канала харизматичен Напоминает мне, как я уже сказал, Марка Уолберга Смотреть на него приятно Советы он дает в целом полезные Хотя иногда обоснование этих советов неправильное Но такие косяки бывают у всех, поэтому я могу сказать, что если вы новичок Этот канал привнесет вам скорее больше пользы, чем вреда в плане тренировок Поэтому можно смотреть ради интересных и необычных идей, которые я вот сегодня увидел Которые раньше на других каналах я, например, не замечал Так что мой вердикт – неплохой канал Ссылочку на него я поэтому оставлю в описании к ролику Можете переходить, смотреть, передавать привет Дубровскому от меня А я тут, я чувствую, задубею Надо будет как-то одеваться уже потеплее Потому что зима скоро А у нас же уличная движуха Поэтому видосики мы будем снимать на улице Если вам понравился этот разбор на YouTube Shorts И вы хотите, чтобы выходило больше разбора именно авторов Которые поднялись в шорцах То пишите в комментариях И не забывайте, что поддержать наш канал Можно оформив спонсорскую подписку на сайте Boosty Всего от 200 рублей в месяц Таким образом, внося свой небольшой, но регулярный вклад В дальнейшее развитие канала Кстати, уже сейчас мы работаем над видео В котором разберем настоящее полноценное научное исследование Это будет новый формат, новая рубрика Все сейчас готовится И очень скоро, я надеюсь, вам представить результат Так что следите за обновлениями Если еще не подписаны на наш канал Обязательно это сделайте Ну а с вами был Антон, канал StreetWorkout До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok